Света божьего стало не видно. Темень окутала землю. Старые деньги больше не работают. Чем мы будем рассчитываться? За хлебушек. Доширак, Галина Бланку. Кто такое дерьмо будет покупать? Говно этот Mercedes. Lada, Avtovac. У нас немного осталось развлечений. Вставил, вынул, вставил, вынул. Сложновато вести бизнес в России. Всем привет, это выпуск новостей на моем канале номер один про бизнес и деньги. Начинаем по традиции с хороших новостей. В сахалинском зоопарке показали того, кого никто из посетителей до этого не видел, а зовут его чрезвычайно скрытный сахарный посум. Ну кто придумывает такие названия? Посум, пососум, что за хрень? Служители зоопарка говорят, что все смогут его увидеть при желании, то есть он обычно прячется, но при желании, видимо, за дополнительные бабосики, да, они вам его достанут и покажут. Развлекайтесь, ребята. У нас немного осталось развлечений, вот одно из тех развлечений, которые, я считаю, очень достойны. Но надо, поехать будет в Сахалин. Мерседес-Бенц покинет Россию и продаст свои доли в российских дочерних компаниях. Вот, в частности, пресс-служба Мерседеса заявляет, после завершения всех согласований новый владелец российских подразделений, Мерседес-Бенц, компания Автодом, кстати, дилер, да, Мерседес, сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Мерседес-Бенц, проданных на российском рынке. То есть, грубо говоря, уход Мерседеса из России не означает, что сервис для автомобилей Мерседеса прекратится. Условия сделки предполагают наличие опциона Call. Это такой опцион, который предполагает в любой момент право Мерседеса истребовать активы обратно. Вот такой вот уход. Вроде ушли, но в любой момент можем вернуться. Ну, я думаю, что это разумно, с точки зрения бизнеса, это очень правильный шаг. Кстати, ровно по такой же модели Рено, Ниссан, Митсубиши, корпорация передала свои акции и в любой момент может вернуться. Поэтому не волнуйтесь, любители Мерседеса. Я вам скажу за свой Мерседес. У меня есть вот тот самый злополучный Maybach, и он однажды так сломался, что, понимаете, прошло пять лет, у него стуканул двигатель. Ну, не должен на Мерседесе двигатель стукануть через пять лет, вы сами понимаете, да. Так, когда я обратился по гарантийному ремонту, Мерседес, знаете, что они мне сказали? Я скажу, а пять лет прошло, все. Я говорю, тогда я на своем блоге расскажу о том, какое говно этот Мерседес. Знаете, что они сделали? Они сразу все отремонтировали. На самом деле давно вот это вот хваленое мерседесовское качество перестало быть таковым. Я надеюсь, что на рынке появятся новые машины. Может быть, Лада АвтоВАЗ наконец станет достойным автомобилем или Аурус или какие-то китайские марки. Ну, мало надежды, честно говоря, но, однако, я продолжаю надеяться и продолжаю ездить на Мерседесе. Киа может остановить продажу своих автомобилей в России. А вот не хотелось бы, потому что все такси это практически сейчас Киа. На чем мы тогда будем ездить? Наверное, на китайцах. Ну, неважно. Давайте посмотрим новость подробнее. Итак, возможно, мы рассмотрим вариант заняться только послепродажным обслуживанием из-за невозможности поставлять автомобили в принципе, ну, в России, заявил вице-президент компании У Чон Чу. Ну, в общем, по данным Ассоциации европейского бизнеса, смотрите, Киа – это второй по популярности автомобильный бренд в России, а модель Киа Ри – самая покупаемая иномарка в стране. Наверное, была. Сейчас не знаю. В общем, короче говоря, не очень хорошо, если Киа покинет российский рынок. Из чего будет тогда российский рынок состоять? Вот в чем вопрос. Велосипеды, самокаты и Лада. Не хотелось бы. Еще раз говорю, ребят, поэтому, если у кого-то сейчас есть какие-то деньги, кэш, дуйте немедленно в Белоруссию. Там все еще автомобили Киа стоят в два, в три раза дешевле, чем в России. Ну, вот, например, там какая-то Киа достаточно такой средней комплектации в России стоит 2 миллиона 800 тысяч, а в Минске чуть больше миллиона. Поэтому там еще в Минске есть такие машины, поэтому дуйте срочно. Это окно скоро закончится, да и вообще Киа может остановиться. Если вы хотите машину, покупайте сейчас, потом будет дороже. Новости мобилизации. Компании, где мобилизовали генеральных директоров и учредителей, могут освободить от контрольно-надзорных проверок. К сожалению, это пока не закон или не указ ведомственный, это пока только инициатива. Ну, действительно, если проверки и надзорные органы придут в компанию, где нет учредителя генерального директора, ну, я думаю, я не знаю, там они штрафов на выписывают так, что компания просто завалится. Это действительно правильная инициатива, мне кажется. Помимо этого, мобилизованные граждане смогут досрочно отказаться от ОСАГО. Знаете, что такое ОСАГО? Страховка там, да? Ну, смогут досрочно отказаться от ОСАГО. Не надо им больше ОСАГО, понятно? Могут досрочно отказаться и вернуть часть стоимости полиса за неиспользованный период, следует из проекта указания ЦБ. И тут же отмечается, что потребуется нотариальная доверенность, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора. Как это? Лечим и тут же калечим, то есть вводим какую-то льготу и тут же какие-то ограничения. На самом деле, смотрите, я считаю, все льготы и все вот эти вот субсидии должны вводиться безусловно, без всякого заявительного порядка. Вот ввели льготу, все, на расчетный счет перечислили бабки, все. Хотите вернуть полис ОСАГО? Взяли, заявление приняли, да? Оп, на счет вернули бабки, ну и все. Иначе получается так, блять, мы узаконили, значит, субсидии для детей несовершеннолетних, но чтобы ее получить, нужно простоять три дня в очереди и так далее, еще добраться до нее. В результате, что только 20 процентов людей смогли добраться до этой субсидии, а другие 80 не пришли, потому что это очень сложно. Поэтому я считаю так, льготы, поддержки, пусть их будет больше и, пожалуйста, нужно делать так, чтобы они были легко доступны и не требовали огромных вот этих вот хождений по мукам, да, по конторам, по доверенностям всяким, да, чтобы завладеть этими субсидиями. Продолжаем новости об уход иностранных компаний из России. На этот раз одна испанская компания, которая владела Галина Бланко, вы знаете, что такое Галина Бланко? Это кубики для бульона, да, по-моему? Я однажды положил этот кубик, после этого вот этот запах, вот этого ванизма преследовал у меня постоянно, я помню такое, но не важно. Короче, испанская компания владела Галина Бланко и тоже хотела выйти из России, а бизнес был очень низкомаржинальный, понятно, кто такое дерьмо будет покупать, вот, вот, и, и, и искала, кто же купит это. И нашлась корейская компания, да, владелец Доширака, южнокорейский холдинг с трудно выговариваемым названиями ХЕСГ групп, взял и купил Галину Бланко, да. Стоимость компании, по оценке эксперта, могла составить 10 миллионов долларов, но я думаю, за такое говно надо было заплатить поменьше. Теперь мы будем из одного флакона хавать с вами Доширак, Галина Бланко в бульон там закладывает, когда я иногда натыкаюсь вот на этот запах вот этой лапши, но затыкаем, я не могу, меня оттуда просто выносят на носилках, да. Я не знаю, что вы туда кладете, навоз какой-то, селитру, там, мочевину, ну, воняет это просто, вот, поэтому давайте так, ну, сделайте что-нибудь приличное, чтобы это, ну, как бы не просто, вот, как было, как наркотик. Я понимаю, вы кладете там что-то такое, чего потом отказаться, ну, оно воняет какой-то рыбой, хренью какой-то, я не знаю. И кто сейчас продолжает потреблять кубики Галина Бланко и такой, знаешь, помня ту рекламу, я помню, когда ты кладешь кубик Галина Бланко в какой-то бульон и получается волшебный бульон. Ребята, ни один мужик, когда вот хавает вот это дерьмо с кубиком Галина Бланко, он не может, он просто слов не имеет выразить своего возмущения. Поэтому, если вы вот реально хотите своему мужу сделать супчик, пожалуйста, никакой Галины Бланки, ясно? Поэтому Галина Бланко, ну, давайте, пусть она будет для особых любителей извращенцев. Не надо Галины Бланку, лучше курочку, бульончик на курочке сварили, это не надо вот эту вот химию, пожалуйста, не надо химию. Все, я все сказал, вот, просто даже вспотел немножко. Владелец KFC Ямбренд покинет Россию. Компания продаст свой бизнес компании «Ижевский смарт-сервис». Предполагается, что заведение KFC в России опять же откроется под брендом Rostix и сделка оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Это крупнейшая сделка на рынке фастфуда. Немного истории о Rostix. Один из основателей этой компании, Ростислав, мой товарищ, друг, в 93-м году они основали этот бизнес, да, и в 2010 году холдинг Ямми Брендс выкупил компанию Rostix и переименовал эту сеть в KFC, да, и так Rostix стал брендовой сетью KFC. Теперь происходит обратная сделка. Что мы теперь имеем? Мы имеем компанию Rostix, которая в 93-м году основалась, да, прошла этап отработки технологий и так далее по мировым стандартам. И теперь это опять Rostix, это очень высокотехнологичная компания с очень обученным персоналом, с офигенными, в общем-то, ну, потенциалами развития, это очень здорово. Друзья, любители сочной курочки, радуйтесь, ни одно рабочее место не будет сокращено. Более того, этот бренд собирается еще и открывать новые рестораны, поэтому пожелаем им добра и чтобы у них все получилось. Не только иностранные бизнесы уходят из России в эти времена. Отечественный бренд телефонов Иной ушел из России. Ну, правда, вот это название, оно уже намекало, Иной. Бывший российский бренд смартфонов и телефонов китайской сборки Иной теперь позиционирует себя как, внимание, эстонский. Это первый случай ухода российской компании производителя телефонов с отечественного рынка. Напомню, телефоны Иной были первыми телефоном, поддерживающие российскую операционную систему Аврора. Правда, недолго это продолжалось, потом они заменили на Android. Видимо, Аврора не стреляла как следует. И в девятнадцатом году даже стали лидерами по поставке бюджетных устройств России. Поэтому уход Иной из России, ну, он, видимо, будет болезнен именно для потребителей телефонов, которым нужны бюджетные модели телефонов. В любом случае, смотрите, конечно же, высокотехнологичные бизнесы испытывают проблему о том, как завести запчасти и детали. Потому что все вот эти рестрикции, эмбарго и так далее, логистические проблемы, да, они создают массу ограничений. Сложновато вести бизнес в России, тем более, который опирается на иностранные комплектующие. Поэтому многие отечественные компании реально сейчас релацируются в другие зоны. Вот, например, в Эстонии. Есть, я видел, в Турцию релацируются или в Дубае и так далее. Представляете, как было бы, если бы вот при таких вот трудностях, да, владельцы этой компании решили бы ее просто закрыть. Ну, все. Поэтому предприниматели всегда найдут выход из сложившейся ситуации, даже если им потребуется перенести там формально центр локализации в другую страну и так далее, но они не остановят бизнес, не уволят людей, не сократят рабочие места. Это и есть показатель настоящих предпринимателей. Друзья, специальная новость от меня, я бы даже сказал рекомендации. Мне задают тонны вопросов про то, что такое рыбаков плейскул, детские садики, школы, плейскул, что это такое. Так вот, я сделал специальное видео, ответил на все самые часто возникающие вопросы. Поэтому, по этой ссылке проходи и смотри. В частности, если ты хочешь, чтобы твои дети получили такое дошкольное и школьное образование, чтобы стали достойными людьми, чтобы у них всегда было благосостояние, чтобы они умели присваивать обстоятельства к своей выгоде с минимальными издержками, обязательно смотри это видео. Также этот фильм будет полезен тем, кто собирается открыть свой детский сад и школу и хочет, чтобы его школа и детский сад были лучшими на рынке. Обязательно смотрите это видео, получите, первое, удовольствие, много полезной информации, второе, возможно, ваша жизнь очень круто изменится после этого видео. Новости купюрозамещения. Купюрозамещение не состоится. Банки предложили отложить ввод новых 100 рублевых купюр. По их данным, сейчас большинство банкоматов, платежных терминалов и так далее не смогут принимать новые купюры, потому что иностранное программное обеспечение не может принимать эти, обрабатывать эти купюры, а перепрограммировать его или заменить это дело не одного даже года. Поэтому придется отложить. На самом деле, зачем потребовались новые 100 рублевые купюры? Может быть грядет какая-то деноминация, а может быть вообще замена денег. Знаете, как в 90-х там, да, в один день вдруг населению объявили о том, что все, старые деньги больше не работают, а новых еще не выдали, да. Выходит, все деньги, которые были на руках у людей в погребе, в кэше и так далее, они в один день перестали функционировать. Вот будет шоу, да. И так дела-то не очень обстоят, и еще тут вдруг деньги перестанут работать. Чем мы будем рассчитываться? Бартером, что ли? Тогда я опять вспоминаю слова моего друга, он говорит, Игорь, грядет тот день, когда слитки золота по пять грамм будут единственным платежным средством. И вы знаете, что у него в погребе? У него в погребе реально он скопил уже 100 килограмм в слитках 5, 10 и 20 грамм, маленькие такие слиточки. Он говорит, я буду оплачивать за хлебушек вот этими вот. Я реально думал, он шутит, но сейчас мне, честно говоря, не до шуток. И вот ту историю, я ее не просто вспоминаю, я ее проживаю. Я думаю, может в свой погреб тоже сложить? Вот эти вот пятиграммовые слиточки из золота. Во всяком случае, если тебе понравилась эта идея, напиши мне в комментарии, я хоть буду знать, что ни одного меня посещают такие идеи. Илон Маск наконец-то планирует закрыть сделку по покупке Twitter. Помните, как ослик входит, выходит, входит, выходит, так Илон Маск вставил, вынул, вставил, вынул, да. Короче, вот, видимо, Илон Маск все-таки планирует закрыть сделку, а может и на этот раз. Это все ловкий пиар-ход Илон Маска. Напомню, значит, банки, которые согласили представить Илон Маску финансирование 13 миллиардов долларов на покупку Twitter очень были раздосадованы, они же хотели деньги заработать на этой сделке, а Илон Маск отказался. А Илон Маску нужен был этот пиар-ход, потому что то количество публикаций в мире про покупку Илон Маском Твиттера, но оно просто запредельное было, да. И вот сейчас что это? Реальная сделка или опять очередной заход на массовые сенсации, что все-таки Илон Маск решил купить Twitter? Не знаю, по-живому увидим, но то, что Илон Маск гений пиара, это факт. Но я вам должен сказать, весь гений пиара Илон Маска сейчас бессилен перед огромным падением, провалом акции компании Tesla, SpaceX и прочих, биг-техов и прочих вот этих вот компаний, которые на американском рынке. Пузырь, огромный пузырь сдувается, грядет ипотечный взрыв, то есть на самом деле грядут ну времена похлеще там Великой депрессии. Санкт-Петербургская биржа позволит инвесторам продать заблокированные иностранные бумаги с 31 октября, в том числе акции Apple, Microsoft, Coca-Cola и других компаний. В общем, Санкт-Петербургская биржа договорилась на 312 миллионов долларов по оценке на 19 октября 22 года произвести вот эти вот операции, как бы по разблокированию бумаг. Это очень здорово. Мощная новость для инвесторов, у которых залипли бумаги и они их не могли превратить в кэш. Кстати, акции Санкт-Петербургской биржи на этой новости подскочили на 10 процентов. Ну а как они договорились? Они нашли, каким образом можно обменять, смотрите, без дисконта эти бумаги на неторгуемых рынках, то есть схлопнуть эти операции. В результате люди могут получить кэш. Я уверен, что после этого кризиса, а он точно закончится, все кризисы кончаются, все всегда вот это плохое кончается, потом, правда, начинается другое плохое, но перед этим есть пауза, когда хорошо, поэтому ждем вот этого хорошо. Так вот, Санкт-Петербургская биржа после этого кризиса станет очень мощным брендом, потому что то, что сейчас происходит с клиентом этой биржи, очень радует. Поэтому, ребята, запомните этот бренд, Санкт-Петербургская биржа. Кстати, замечу, мне за рекламу Санкт-Петербургская биржа ничего не заплатила. Жители России и других стран мира наблюдали недавно частичное затмение. Луна закрыла солнце примерно на 70 процентов, света божьего стало не видно, темень окутала землю. Вы почувствовали, наверное, холодное дыхание вот этого кризиса и ощутили его всеми своими фибрами. Так вот, затмение в очередной раз показало знаки. Да, эти все, которые звездочеты, нумерологи, они тут же сказали, вот-вот, мы же говорили, грядет конец света и так далее. В общем, разволновались, ребят. Но я хочу вас заверить, все нормально. Это было плановое затмение, оно должно было быть, оно случилось. И, кстати, в Москве частичное затмение в следующий раз ожидают только в двадцать пятом году, поэтому до двадцать пятого года никаких катаклизмов больше не будет. И я вам так скажу, ребят, давайте вот не смотреть вот эти вот говноновости, возбуждаться там, судачить и так далее, и говорить, все пропало и пропало, да? Давайте лучше вместе размножать хорошее и тогда плохому место просто не останется. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос.